привет друзья с вами варчик и мы поговорим в этом видео про изменения куда катится пуп и что произошло с ним за то время когда он вышел в релиз а ему уже скоро будет один годик плеера нос battlegrounds уже куда-то катится еще ему года даже нету но он уже начинает скатываться почему так происходит давайте разбираться и так для начала почему это видео не записано на вот как пупу исполнится один год потому что такое ощущение что ему уже исполнился один год и он уже празднуют потому что сервера пьяные сервера глупые сервера просто уже все им труба почему потому что даже играя с маленьким пингом а вы сейчас на экране видите пинг 100 плюс это нифига не маленький пинг в игре где довольно таки много времени занимает стрельба конечно если вы начинающий игрок то стрельба у вас занимает немного времени вы больше заняты считанием листиков на кустиках но вот если вы уже немного поиграли в пуп кто вы начинаете уже более агрессивно играть потому что в кустиках считать листики уже скучно и так в игре нужно стрелять пинг у нас 100 плюс это не есть хорошо но мой минимальный пинг в игре сейчас нынешними патчами самый минимальный там 2325 где-то так и и что вы хотите думаете я рад когда у меня такой пинг нет нифига я не рад знаете почему а потому что рассинхрон с пингом 20 плюс и с пингом 100 плюс примерно одинаковый единственно что иногда еще закидывает на сервер где тупо куча потеря пакеты и все красное все дрыкается дергается непонятно вообще зачем это закинула просто жесть и по серверам все плохо как было до релиза как во время релиза так и после или релиза сейчас такое ощущение что стало еще хуже еще увидите одно из нововведений сейчас на пистолет поставил и принципе так вот при фаером от бедра лцу довольно таки хороший довольно таки хороший неплохой модуль луч от него видите только вы враг не видит никто не видит кроме вас это принципе хорошо он не палит он дает очень хорошую стабилизацию и точность когда вы стреляете так вот от бедра это очень хорошо для всяких и юмпи и пистолета в начале боя поставить там и пострелять вот так вот чтобы было все видно хорошо этот прицел очень хороший очень хороший полезный и его стоит ставить на всякие пистолеты для ближнего боя в начале катки конечно на автоматы в конце тому нафиг не нужен а вот в начале так вот пойдет что касаемо нового контента в принципе там у нас были уже всякие новые карты там санок пустыня там это миромар все отлично по картам все нормально добавляются сначала был выбор карт потом они его убрали теперь опять добавили выбор карт но мне интересно когда они додумаются сделать так чтобы можно было выбрать две карты допустим потому что сейчас можно играть либо все карты либо одну когда ты выбираешь все карты это типа быстрый поиск называется то тебя кидает чаще всего на санок на новую карту и и принципе это как-то странно что ты выбираешь быстрый поиск а тебя кидает почти всегда на одну карту хотя у тебя якобы все карты выбраны но это не очень сейчас момент супер паркур то есть ну как год назад паркур был паркур так и сейчас в принципе ничего не изменилось вот такие вот изменения в пубге сервер как лагал так и лагает даже сейчас некоторые люди немного перестали может в пубге играть потому что сейчас сервера имеет рассинхрон просто капец и это жесть поэтому некоторые люди потихоньку начинают играть во что-то другое такие вот дела что касаемо паркура и всяких лагал багал в принципе ты как мог запрыгивать в окна кучерява хотят нажимаешь кнопку паркура так ты запрыгиваешь еще не изменились проблемы с камерой в игре какие именно проблемы а такие что иногда соперник или даже вы стреляете там краешком локтя или там одним глазом я не знаю ухом короче вот когда налево скорее все наклоняешься то я замечал недавно враг так делал наклоняется его почти нет вообще нигде вот в окне там чуть-чуть краюшечка там где-то торчит он в меня стреляет то есть когда ты стреляешь сверху вниз из окна то тебе рама окна мешает и ты стреляешь в нее пушка потому что не влазит в окно она ниже и ты не можешь стрелять ты стреляешь парами хотя есть люди которые глазами стреляют у них пушка в окно не вылазит но не стреляет глазами там ну видимо мачо но зато когда ты стреляешь ты стреляешь в раму когда люди наклоняются на левую сторону иногда они могут стрелять краем локтя и краем там уха что ты что соперник ну это короче классно я не знаю где там камера находится на персонажи но это короче забей я не знаю где она там обитает своими какими-то жизнями непонятными это ужасно это ужасно когда тебе нужно через право полностью высунуться чтобы стрельнуть а враг через лево краем локтя стреляет это короче дебильная просто фигня и она не исправляется как было так и есть пинг не исправляется паркур принципе как был немного туповато кривоватым так и остался что касаемо машин и принципе физики машин они как перепиливали их 20 раз на день так и осталось бывают дни когда ты едешь все нормально бывает когда там машину просто как скользит как по мылу какому-то бывает что там один день у тебя машина просто вот тыкнул так вот на пробел все ее развернула бывают что ты тыкнул и не заметил такое ощущение что физика машин она либо живет своей жизнью либо они микро патчами 20 раз в день ее изменяют непонятно машины летают как будто бы они там надуты непонятно из чего резиновые ну короче не знаю они конечно стали помягче не такие деревянные как раньше но сейчас у них другая проблема получилась они сильно мягкие и такое ощущение что хотят в космос улететь это что касаемо основных проблем пинг там некоторые недочеты по паркуром и физиком так в целом оптимизация они же там запустили свой фикс пуп но пока четко кто он заглох я не ощущаю фикс пуп они его там создали сайт написали там на сайтике то всякие параметры написаны которые они будут оптимизировать и сроки когда они их выполнят что-то они там не выполнили уже просрочили там оптимизацию парашютов а может быть они уже оптимизировали я не знаю я как прыгал как кусок какашки приземлялся как кривое непонятно что так я и приземляюсь не понял я где они там его оптимизировали эффекты там какие-то оптимизировали ну сейчас сам клиент тут настройки там если на ультра поставить ну на моем компьютер в принципе все нормально там разница сильная не замечают даже во время стрима можно на ультра ставить по фпс у по ощущениям разницы почти никакой у меня 7 и gtx 1070 не самый топовый компьютер ну и не самый последний может быть на слабых компакт такой оптимизации и нет но в целом фпс и все остальное у меня лично все нормально у меня всегда 100 плюс иногда когда ты смотришь с горы на большой город фпс просаживается там до 80 плюс это если там по наставить настроек много всяких интересных а так в принципе никогда ниже 100 фпс не опускается даже во время стрима не вообще ну не знаю такая вот какая-то оптимизация но оптимизация сервера просто нету и и не существует там по написано что они сетевой код и еще что там будут оптимизировать и в принципе там оптимизации столько по написано на этом сайте фикс пупх но фикс пупх идет оптимизация нет время проходит у них остается по их же срокам которые они сами придумали до конца этого месяца и все и фикс пупх по ходу рип но мне кажется там еще этот фикс пупх надо на несколько лет вперед продлевать потому что что-то они зовут эти несколько месяцев пока не там фикс пупх нет ничего не на фикс пупх или вообще может быть они там оптимизировали свои эффектики но чет непонятно сейчас еще эти красные зоны будут и честно говоря я не знаю кому они нужны кому они нужны это не знаю как ей пользоваться этой красной зоны чтобы перемещаться между укрытиями да вот и перемещаешься между укрытиями хоп взорвался а хоп не взорвался или враг взорвался она еще шумит и выпадает не рандомно вы знаете эти божественные слова разработчиков что красная зона рандомная и случайно выпадает а почему она случайно выпадает четыре раза на меня допустим когда я выпрыгиваю в починке серьезно это случайно красная зона да ну это бред какой-то честно говоря я вообще не знаю зачем она нужна вот кто ее придумал это просто капец не нужно она просто не нужно мешает в игре и так есть чему пошуметь был момент когда они переработали звуки окружающей среды и сделали всякие шумы потише и это был очень хороший момент тем что стало приятнее находиться в игре вот если бы они еще убрали эту красную зону было бы еще приятнее а приятность нахождения в игре это довольно таки хорошо но вот этот вот вьетнам красная зона бабахи звуки шум еще и случайным образом ты надо можешь умереть но это бред я не знаю для чего это сделать для эффектов каких-то для того чтобы поставить галочку что такое было в фильме и здесь такое же сделали нафиг она не понимаю придется на короче вот такие вот дела в кубе онлайн потихоньку падает что касаемо всяких там киберспортов в кубе в следующем году я так понял они запускают какую-то там алигу непонятно на миллион чего-то там наверно на миллион консервных крышечек потому что ну я фиг знает зачем оно надо и они какой-то там турнир будут проводить что людям нужно будет на полгода куда-то там ехать и участвовать полгода в турнире один там или сколько дней в неделю серьезно или это каждую неделю туда ездить да это бредятина просто взять человеку и выключиться из своей жизни из своего круга и уехать в ебеня чтобы в пупх поиграть раз в неделю бредятина какая-то конченная не знаю что они такое ощущение что хотят чтобы игроки уже как в игре выживали там они их там завезут наверно куда-то на остров необитаемый будут они там полгода сидеть короче с пингом 900 и рач с друг другом через ноутбук раз в неделю все остальное время добывать себе еду ну короче такие вот какие-то непонятные движухи в пуге провели они последние там не так давно там на mercedes-арене турнир в принципе было красиво и классно трибуны были полупустые но смотреть было интернет-трансляцию прикольно там находиться я хер знает наверно было бы еще прикольней но фиг знает трибуны были полупустые хотя там вроде якобы билетов на продавали вагон странно почему они не продолжают делать то что всем понравилось и всем зашло а начинать делать что другое фиг его поймешь короче какая-то странная эта организация play around battlegrounds вообще какая-то непонятная люди просят их убрать красную зону они не убирают турнир как-то проводился все нормально было они что-то другое начинает мутить люди всю игру просят у них оптимизацию серверов они ее только сейчас придумали своим фиг с пугом но оптимизация стала еще хуже люди уже начинают переставать потихоньку некоторые играть в пуп временно или не временно не знаю только из-за того что сейчас рассинхрон просто жопа ну или может быть мне показалось и не так уж и много людей перестала вы играть сейчас после нынешнего патча может просто много людей стали жаловаться на то что рассинхрон стал большой но в принципе проблема я думаю в этом есть и не стоит ее исключать также еще там оказываются разработчики замечают что у всех или у многих есть проблема с большим пинам что-то они там какие-то микро патчики по 70 мегабайт что-то выпустили ничего не изменяюсь просто ничего как урон за препятствие прилетал когда ты туда уже спрятался с задержкой так и прилетает изменений в принципе 0 не знаю такое ощущение что они не могут сказать просто одну простую вещь мы не умеем вообще в сетевой код абсолютно вот просто и все придумали там какие-то фиг спутки себе а как им пользоваться фиг короче какая-то осадок как они при этом еще умудряются еще хуже сделать я не знаю единственное что хочу сказать с чем они хотя бы как-то заметно что начали бороться это с читерами конечно читеры остались их можно встретить в катках и они там пользуются своими сверх читами чаще всего читеры это такие глупые глупцы просто капец как они палятся со своими читами просто забей но есть люди которые наверное и не палятся это дело такое жалобы можно кидать потом если чувака забанили тебе через время придет сообщение что по твоей жалобе чего забанили это принципе прикольно и в принципе по сути читеров стало явно заметно меньше потому что раньше прямо это жесть какая-то была сейчас либо они стали менее жесткие читы использовать и меньше полиция ну и банится заметно что-то там начала но все равно существует эти читеры дебилы никогда не переведутся не знаю зачем покупать читы чтобы потом с ней сильно с ними жестко политься получить жалобу потом бан и чё ты будешь все эти аккаунт забанили со своими читами сидеть странные непонятные люди одно дело когда ты с читами играешь и получаешь результат как ты его ценить будешь это же не твой результат ты просто там с программкой какой-то поиграл и она за тебя сделал результат зачем такое надо непонятно а вот когда ты сам играешь и достиг какого-то результата ты такой типом ну блин нифигасе прикольно типа ци ценишь это и усилия какие-то прилагаешь и это какие-то эмоции приносит не знаю какие могут быть эмоции если ты играешь дцп эмоции какие-то не знаю бред но заметно читеров стало меньше потому что ну раньше их было чересчур много прям очень много прям чрезмерно ты заходишь в катку летишь самолете уже половина сдохла от кулаков каких-то или в воздухе или там кто-то сайги в поле стреляет люди умирают с каждого выстрела это короче дебилизм сейчас такого почти не встретишь но бывает всякое дурачки не переводятся что хотелось бы конечно от пуп увидеть это самая главная самая большая проблема следующая чего не хватает игре и хотелось бы больше это контента контент принципе вы и есть но хотелось бы больше разнообразие контента новых каких-то вещей и новых пушек там принципе новенького там машины ш машины карты это было бы прикольно а вот чем с чем перебор мне кажется это может потому что я давно играю в пупах но у меня такое ощущение стало сейчас что шмотки стали каким-то уже рынком и понятно не в плане продаж там хотя и продажи там как рынок все я имею ввиду что они какие-то не ценные стали их много у всех и даже если ты ничего не покупал то они насыпаются вагонами туда-сюда там подарочные всякие не подарочные разные там шмотки как ты хуже много и что-то они уже есть и хорошие нехорошие как-то ценность как по мне одежды из кино в игре как-то падает да и в принципе цена на стиме на них реально упала ну потому что а чё чё бы нет как-то не сильно много мне кажется эти шмотки направо и налево раздают и уже чё-то как-то не интересно даже хотя есть некоторые шмотки которые хрен получишь или они стоят и знает сколько они конечно остались в игре может быть это из-за того что мне уже куча шмотя и мне не так интересно эти скины уже разглядывать хотелось бы как-то более что-то уникального ну и что меня еще в скинах бесит в убеги это то что ты покупаешь ящики за монетки покупаешь 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 а тебе одни и те же шмотки тупо вагонами сыпятся 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 если ты за бабло покупаешь тебе тоже одинаковые шмотки выпадают и нет желания вообще покупать эти дебильные ключи это просто бред ты покупаешь ключ 1 2 3 4 тебе почти всегда одна и та же шмотка выпадает либо похоже просто одно и то же выпадает а нафиг она мне надо мне не интересно они конечно добавили возможность взять одного грейда шмотки в кучу 10 штук и поменять чуть более лучше получить шмотку это правильно потому что эти дебильные одинаковые шмотки надоели но они ее выпустили они ее выключили эту функцию потому что что как обычно ничего не работает все глючит потому что пуп как обычно то есть в этой игре все добавляется и все не работает или работает как-то непонятно ну это пуп что тут скажешь но принципе про игру мы поговорили и принципе игра двигается развивается добавляются новые какие-то функции новые фишки но все остается как-то все равно на своем месте иногда даже делает шаг назад не знаю как это получается у разработчиков сделать два шага вперед и три назад ну как то так есть какие-то движения вперед но почему-то всегда все двигается все равно назад давайте немножко отвлечемся на катку что ли потому что ну по сути забыть я нечего в катке у нас происходит следующее я еду в зону меня тут одни бинты пострелял немного в челика он от зоны умер и сейчас настает такой момент что все плохо хилок нет надо что-то быстро делать зона коцет через 20 секунд там следующая пойдет я думаю что нужно залутать челика который сейчас сдох за зоны может быть у него есть силки патрона у меня тоже мало ну и все как-то на соплях адреналинчик конечно как обычно играет все надо делать быстро и в этом вся прелесть наверно пубка то что есть какие-то так сказать ряд правильных действий при которых ты затащишь катку но найти эти правильные действия довольно таки тяжело когда у тебя мало времени тебе нужно быстро делать что-то тем более еще в игре есть пинге лагера сенфроны и тебе надо куда-то там спешить и зона тебя коцет времени мало плюс еще божественная физика машин я стараюсь максимально ровненько и аккуратно ехать для того чтобы не развернуться не перевернулся не улететь в космос куда-нибудь зону я в принципе успеваю и принимаю решение занять довольно таки интересный гарри поттер так сказать сяду сейчас о кошка и буду смотреть как жабы по полю бегает а что еще надо здесь самое главное чтобы меня на входе не приняли чтобы там никто не сидел чтобы я был самый первый заряжаем пушку входим тут принципе никого ложимся и все по сути большая часть самого сложного уже сделано в начале катки мы высадились вокруг себя поубивали залутались переместились на край зоны поубивали тех кто идет в зону после этого мы переместились с трудом но как-то там доползли до следующего края зоны и уже здесь в хорошей позиции сидим у нас есть коллаж с прицелом с коллиматором с реддотом но у нас нет передника есть вторая броня фуловая есть патрончик и две обоймы по сути хватит и у нас еще есть мини с кучей патронов глушителем и x4 все в шоколаде там немножко там по хилкам не сильно в шоколаде но пойдет вот тут прикольный момент два чувака сидят на краю зоны и друг с другом там бегают один лежит другой бегает они нашли друг друга и все счастливы по божественно просто бог стрельбы слышу слева машина куда-то там ехал но думала поехал куда-то там вообще и сидеть в будках проверил на живучесть трупик но трупик неживой слева стрельба справа кто-то стрелял и ждем когда пойдет зона ждем когда пойдет зона у нас тут как целый аквариум мы сидим тут и наблюдаем за всеми через окошки всем на нас бежать мы тупо ровненько четко сидим на краю в укрытии с хорошим прострелом и все у нас в шоколаде слышим там начинается движуха на машинах сейчас попрут косяки людей первый поехал жду когда он будет подъезжать принципе думаю как там далековато ей чтоб скалаша без обвеса 100 лет но он тут врезался перевернулся и это не прощается казалось бы чем просто ехал по полю там такая вот выемка потому что там дорожка чувак в нее врезался машина встряла из-за этого я его убил здесь чел покосанный за зоны едет вот что он виноват что такая физика и подвеской такой рельеф в эре нет челик не виноват он просто ехал да он мог повернуть и как-то объехать боком эту дорожку но он ехал прямо и я знаю что там было сто процентов он просто бампером врезался в землю на ровном месте и из-за этого он сдох все вот такая вот физика в игре и такое часто бывает что ты переворачиваешься чуть ли не на ровном месте и бывает такое что врезаешься все равно в землю раньше такое фиксили потому что было часто такое но сейчас все равно полностью не пофиксили и что еще хочется сказать по поводу вот этих вот физик машин отчасти физика говняная у машин в пупе из-за того что в некоторых местах рельеф в игре такое ощущение что майнкрафтеры строили вроде нормальный склончик потом хоп резкий обрыв там или резкий подъем такая прям аж ступенька как будто бы ровная но это не рельеф это просто какая-то течь не склон такой а вот какая-то прям аж ступенька перепад резкий но это бред непонятно как это зачем как делано такое ощущение что кто-то вручную эту этот рельеф рисует и просто тупо коряво своей рукой корявой сделал у нас следующая ситуация нам нужно идти в зону я не заметил что зона уже пошла и из-за этого теряю хп бегу в зону прячем пушку чтобы бежать быстрее в принципе тут укрытие достаточно можно сесть за любой за любую кучку сена можно сесть и сидеть принципе чем мы будем заниматься все нашли кучку я думаю что лучше хилку или энергетику бинтов нет пьем энергетик может быть в конце там хилка еще пригодится тут челик лежит за зоной хилиться я в него стреляю коцей его добивает зона как он так не рассчитал и лег прям половина в зоне жопа не в зоне не знаю конечно обидно шо фраг не дали так бы было бы в конце ровно и такое число по фрагам а так будет неровненькая ну принципе пофиг но как я говорил две обоймы на калаше достаточно решаю перебежать в зону пока ветер без камней бежим садимся в принципе ждем я тут еще думаю не будет ли кто-то в траве ползать и немного начинают по сторонам чекать может быть кто-то в окна сидит как обычно в зону идти никто не хочет тут еще есть в игре проблема такая вот по поводу зоны как по мне это ну проблемка такая что в зону никто не любит идти даже уже когда сильно коцет и люди там чуть ли не за зоной там дохнут где-то лазят чет как то их не знаю надо подбадривать чтобы они в зону шли или поощрять или наказывать что-то надо с ними делать потому что ты в зону идешь и залазишь перекрестный а чуваки никогда не идут зону они там сидят просто нигде и вот так вот так видим стрельбу тут я включаю свою божественно не хватает первому то хватило второму не хватило остается еще два челика ну я думаю что один вот впереди меня второй наверное где-то может в траве или непонятно где я конечно везде чекал но непонятно вот видите зона пошла челик сидит за ней ему вообще пофиг его зона сильно покоцал я просто остается один чувак я честно ряду машу в сене но он сам себя спалит сейчас увидите как я думал где-то тут ползает по колоскам с кузнечиками там но он себя палит дыма ухо и причем кидает ее как-то как-то вот так вот я его в дым убиваю голову такой вот видосик такая картка и такие вот мысли про игру сам был арчик играть красиво пока